ТОП 5 САМЫХ ОПАСНЫХ ВЫМЕРШИХ ПТИЦ Друзья, привет! В одной из прошлых историй, я рассказывал о самых мощных и больших хищных птицах в мире. Но сегодня настал тот день, когда мы узнаем о самых совершенных пернатых хищниках, живших за долго до момента появления людей на этой планете. Без лишних слов давайте перейдем прямо к нашему списку. НОМЕР 5 Представьте себе что получится если скрестить страуса, китоглавы и ястреба. Мы получим что-то наподобие ужасного хищника, которого никто не видел еще со времен динозавров. Его имя – Келлинкин. Вымирание динозавров создало вакуум среди хищных существ и его начали заполнять хищные млекопитающие, хотя первыми эту нишу заполнили рептилии и птицы, потомки динозавров. Келлинкин – самая крупная доисторическая птица, появившаяся на территории Южной Америки примерно 62 миллиона лет назад и исчезнувшая около двух миллионов лет назад. Этот третьихметровый потрошитель весил около 230 килограммов и имел крепкий клюв длиной полметра. Не умея летать, он быстро бегал и догнав свою жертву, наносил удары своим мощным клювом. На конце клюву Келлинкина имелся острый клюк, которым этот хищник разорвал добычу на части. Номер 4. Ученые-палеонтологи говорят, что самая крупная из когда-либо существовавших летающих птиц – это вымерший гигант с размахом крыльев, в два раза превышающим размер самой большой современной птицы. Эти показатели превышают площадку ученых для максимально возможного размера птицы, чтобы она могла взлететь. Пелагорнис имел размах крыльев примерно от 6,1 до 7,4 метра. Это в два раза больше, чем у королевского альбатроса – крупнейшей живой летающей птицы, размах крыльев в которой составляет около 3,5 метра. Останки Пелагорниса впервые были обнаружены в 1983 году около Чарлстона, штат Южная Каролина, когда строители начали раскопки для нового терминала в Международном аэропорту Чарлстона. Образец был настолько большим, что его нужно было выкапывать с помощью экскаватора. Ученые заметили, что его зубы сделаны не из эмали, как обычно бывает, а были выростами кости из челюсти. Конической формой и очень заостренной на концах, они были предназначены для прокусывания добычи. А его длинный заостренный клюв служил как копье. Пелагорнис входил в воду на большой скорости, чтобы поразить им крупную рыбу, например доисторического кита. Номер 3. Глядя на фотографии Аргентависа, может показаться, что это обыкновенный ястреб. Но на самом деле они просто немного похожи друг на друга. На этом их сходство заканчивается. Аргентавис был почти 3 метра в длину, весил 90 килограммов и имел размах крыльев около 7 метров. Один из самых интересных фактов об Аргентависе состоит в том, что ученые до сих пор гадают, как эта птица летала. Он был слишком большим и слишком тяжелым, чтобы взлететь, как обычная птица. Ученые считают, что он взлетал как птеродактиль, расправив крылья и позволив ветру поднять его и после этого просто планировал как дельтаплан по воздуху. Еще одна вещь, в которой ученые не уверены, была ли это птица хищником или подальщиком. Некоторые исследователи предполагают, что он просто поедал трупы уже мертвых животных, так же, как современные стервятники делают сегодня. Номер 2. Драморнис – это род ископаемых нелетающих птиц. Он жил в Австралии с концами Ацена до начала Плеоцена. Это означает, что древние люди никогда не встречали этого существа. У Драморниса был огромный клюв и мощная челюсть. Рост Драморниса составлял 3 метра и вес около 500 килограммов. Он обитал в субтропическом лесу в Австралии в конце Ацена. Обладал длинной шеей и маленькими недоразвитыми крыльями. Его ноги были сильными, но бегать быстро этот гигант не мог. Ученые считают, что таким клювом он мог легко забить крупных животных, таких как буйвол, например. Номер 1. Фараракос – птица ужаса. Подобно хищным птицам того времени он был нелетающим. Его крылья были недоразвитыми, но имели острые когти, которые видимо предназначались для захвата жертвы. Клюв Фараракоса большой и сильно изогнут в форме крючка, который обычно наблюдается у других птиц, которые едят мясо. Этот клюв был основным инструментом для убийства добычи. Ученые наблюдали за поведением южноафриканской птицы – хохлатой кориамы, которая, как полагают, является современной родственницей Фараракоса. Она не только оглушает и убивает добычу, но и ломает кости, так что маленькую добычу можно легче проглотить. Также это облегчает использование когтей, чтобы легче отрывать части от жертвы. Многие палеонтологи считают, что Фараракос сделал то же самое, только в более крупных масштабах. Вес этого хищника доходил до 300 килограммов, а рост от 1,5 до 3 метров. На этом все. Ставьте лайки, комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. До новых встреч!